Вряд ли, когда еще Бийск видел аукцион подобного размаха. Специально для проведения торгов наш город пригласили знаменитого новосибирского шоумена Александра Гробовского. В его послужном списке десятки проведенных аукционов в разных городах Сибири. Тем не менее, Бийск смог его удивить и старинными зданиями, и своими мастерами. Когда я летом приехал на Катунь, я поразился, как взорвался Алтай своими мастерами. Прикладники, художники, резчики. Я был потрясен. И вот сегодня я просто снимаю шляпу на аукцион, представленный классной работой. Просто классной. Несколько лотов подарили ротарианцы. В основном это фотоработы и уникальные предметы. Такие, как, например, сувениры с острова Таити или вот эти мячи в импел футбольного клуба «Барселона». Этот спортивный раритет шел как лот номер шесть. За него разыгрались баталии не хуже, чем на спортивном поле. 30 тысяч раз! 30 тысяч два! 30 тысяч два с половиной! 35 тысяч раз! 35 тысяч два! В итоге привет из Барселоны ушел куда за большую сумму. Не будем озвучивать имя нового владельца, но выложил он за мяч и вымпел 45 тысяч рублей. Это оказался один из самых дорогих лотов. На ура раскупались и работы бийских художников и ремесленников. Художники откликнулись прям с большой радостью. Могу даже процитировать Яну Цымбалюк, обещала даже ей сделать это. Когда спрашиваю, я говорю, ну вот с таким предложением работы предлагают представить. Она говорит, Ир, вопросов нет, бери, что надо. Почему бы не поучаствовать, если в городе станет лучше? Сделать город лучше задались целью и бизнесмены, поэтому и с деньгами расставались охотно. Один из наших ротарианцев был в Новосибирске на подобном аукционе. Идея очень понравилась, и мы решили в городе провести подобное мероприятие. Средство, которое мы выручим из продажи лотов и продажи поделок детей, мы направим на строительство третьей очереди тропы здоровья в лесопарковой зоне АБ. Также хотим там сделать детскую деревянную площадку. Для строительства третьей очереди тропы здоровья необходимо примерно 3 миллиона рублей. Это без учета детской площадки и трибуны. В ходе благотворительного аукциона было собрано ровно 300 тысяч рублей. Ирина Дубицкая, Сергей Доровских, Новости ОТН.